здрасте привет подкасты tonight ли куча фильмов как вы все это успеваете не забывая простых человеческих потребностях сне питание ебли с женой и последним я озабочен куда больше больше чем остальными двумя последний не выходит из головы ни на секунду вообще вся фишка в тайм-менеджменте лично мне время создает травка по сути по сути серьезно я не знаю как еще сформулировать опять же я не говорю идите все и обкуритесь кто-то же должен управлять металлорежущими станками но мне она создает время многим из нас знакомо постоянное чувство тревоги когда кажется что на все не хватает времени на этом фоне развивается невроз и давление уже невозможно выносить мы один из немногих видов осознающих собственную смертность мы знаем что однажды умрем животные этого не знают да их пугает прямая угроза гибели но они не рассуждают а что будет когда меня не станет вот и я потонул в беспокойстве что мое время не бесконечно смерть моего отца повлияла на меня так что вы не представляете разумеется все мы знаем что родители когда-то умрут но то как он умер очень сильно на меня повлияло и отразилось считая на всех моих дальнейших начинаниях однажды мы пошли поужинать моя мама мой отец мой брат с моей сестра с мужем и мы с женой они пошли посмотреть как я даю киандей мама мне звонит слушай раз твоя сестра приезжает давай мы из папы выберемся и брата твоего возьмем в кои-то веки вся семья будет сборе такого лет семь не было сестра живет кажется тогда она жила в гонконге мой брат во флориде а родители колесили между брэдбэнком и флоридой я говорю да ну не надо не хватало вам марокке я живу выступлю да и свалю она говорит нет мы все будем в одном городе не протився ладно я лады и уговорила значит увидимся даю киандей все заебись и папе вроде как нравится потом все идем ужинать пошли в мортон стейк хаус заняли комнатку и было чудесно было видно как хорошо моим родителям в особенности моему старику вот они сидят со всеми своими детьми их спутниками жизни люди с которыми дети выстроили собственные отношения а родителям большего и не надо как здорово они у нас не померли выросли здоровыми и счастливыми жизнь их не сломала и каждый нашел свое призвание и все у них сложилось родителям правда большего и не надо смотришь на них и лучи гордости видны невооруженным глазом получился изумительный вечер мы сидели веселились отличный вечер охуенный вечер потом я усадил папу с мамой в такси у крыльца мортонса поцеловал их в лоб завтра увидимся они уехали в гостиницу мы с джен уехали в свою легли спать друг звонит телефон где-то по 6 утра там мой брат срочно подъезжай в больницу на олна стрит я ему что стряслось он отец больницы я такой опять у отца было неважно со здоровьем диабет сердечный приступ инсульт папа в больнице было обычным делом никаких особых эксцессов но он был завсегдата им больниц никого это не удивляло не шокировало я говорю лады джен проснется и подъедем обратно езжай немедленно я кладу трубку и такой бля джен будить не стал оделся поехал в больницу вхожу в приемное отделение вижу то чего никогда прежде не видел нечто ужасное моя мать плакала не то чтобы даже плакала как она плачет я видел там за просмотром поющих терновники или сёгуна о как красиво или там когда я напишу милский шок тут было иначе так плачут только в момент охуенного испуга когда чья-то жизнь висит на волоске она двух слов связать не могла она задыхалась о боже господи прошу тебя боже не забирай его совершенно бессвязная речь она плакала и страшно было смотреть и слушать впервые такое видел поднимая глаза мой брат обнимает ее сзади она не видит его лица и на лице брата все написано и до меня доходит господи его больше нет я иду в реанимацию дональд смит а мне соболезнование скончался отвели в палату там мой отец на каталке просто мертвый все еще торчат трубки его пытались интубировать или что-то типа того бездвижный беззвучный бездыханный было странно если не сказать больше всегда знаю что однажды родители не станет но я не был готов к этому моменту в детстве я часто лежал на полу пока отец смотрел игру bolling for dollars он ложился здесь телевизор он лежит на спине как снупи на своей конуре пузом вверх голова повернута к телевизору а я ложусь облокотившись на его живот и мы смотрим bolling for dollars и когда я увидел его на каталке я положил голову на грудь я понял больше мне этого не доведется сделать да его больше не напрягало ведь он мертв потом я поднялся вышел из палаты пошел на улицу курить тогда еще курил сигареты стоял и размышлял что теперь я наполовину сирота на полпути к тому чтобы совсем осиротить вышел мой брат я такой ох не верится да да тяжко я говорю как все случилось ведь мой брат остановился в одной гостинице с родителями брат не раздумывая произнес папа умер с криком я такой что тот папа умер с криком я в каком смысле но он проснулся распинал одеяло и кричал что он горит он метался в жару мы поднесли воды а он все громче кричал его кровь вскипела и он умер не знаю как еще сказать папа умер с криком меня как оглушило мой отец всю жизнь был где-то рядом знаете некоторые преклоняются перед родителями но мой отец не из тех кто как-то поспособствовал развитию технологий сделал жизни хоть что-то значимое помню однажды я спросил папа о чем ты мечтал и он ответил я хотел жениться и завести детей мечта сбылась он был добряком всю жизнь провьёбывал на почте чтобы прокормить свою семью не то чтобы ему нравилось пахать на почте или чтобы он верил в почту америке но как иначе ему было кормить свою жену и детей и вот на мой взгляд самый главный повод для уважения некоторые думают что я ее родствую но я говорю от души он ни разу не выебал ребенка это важно согласны в мире где на каждом шагу услышишь хуйню вроде о ужас в детстве меня расстили мой отец был не по этой части все время тусил с детьми ни разу не пускал слюни я им горжусь меня он тоже не пытался выводить за это ему отдельное спасибо просто блять хороший парень достойный гражданин посещал церковь всегда откликался на просьбы жена львила из него веревки но ему это было в радость исполнял ее указания охуенный человек рубаха парень но этот рубаха парень умер с криком я поймал себя на мысли господи в этом мире где даже такой хороший человек как мой старик умирает с криком глупо не пытаться осуществить каждую при каждую мечту вот что меня ждет однажды все кончится и я в полной мере ощутил что нельзя вот оно будущее может статься мы все уйдем с криком не лучше ли перед этим попытаться по максимуму набить свою жизнь добром весельем продуктивностью окружить себя людьми которые в этом помогут ведь в этом мире не так просто найти поддержку кругом негатив кругом цинизм даже сейчас пока я делюсь историей о смерти отца в зале сидит циник а то и не один и думают да кого ебёт давай сортирных шуток мир приполняет за хуй что-то кому-то предложишь тебе в ответ за хуй куда не плюнь везде за хуй типа сниму к я фильм за хуй за хуй тебе это за хуй тебе это надо за хуй выпитрец решил за хуй тебе в мире слишком много за хуй пойди да найди а хули нет окружи себя людьми которые скажут хули нет ты им хочу кое-что попробовать они тебе хули нет давай рискнем люди которые помогут тебе воплотить все мечты в жизнь а ты ответишь им тем же мы на одной стороне тебе не убудет если ты подбодришь творца вот почему я 20 лет выхожу на сцену после каждого фильма не так много режиссеров выходят после фильма и болтают дольше чем длится сам фильм но я пытаюсь донести одну простую мысль но я пытаюсь донести одну простую мысль вот уже 20 лет все в ваших руках понимаете я не родился режиссером я не родился с микрофоном в руках у меня не было никаких особых талантов никаких связи с шоу-бизнесом я долбоеб из нью-джерси мне повезло кто-то купил мой фильм и бум пошло поехало и твоя задача когда тебя принимают сообщество независимых режиссеров твоя задача твой долг твоя обязанность в частности в том чтобы поддержать процесс подбодрить других сказать им попытка не пытка как сказал уэн грецки сто процентов непредпринятых попыток не увенчаются успехом всегда блять стоит попытаться разумеется если речь идет о попытках вроде я всю жизнь мечтал убить 12 детей бога молю не пытаетесь я совсем не про это я про всякий креатив там завести блог сочинить песню снять кинцот открыть кондитерский магазин или вязальную мастерскую или блять смонтировать ролик для youtube да что угодно что выходит за рамки я обязан потому что такая работа и мне нужны деньги некоторые вещи нужно делать чтобы узнать а вдруг получится живите по принципу хули нет все равно мы все умрем с криком важно чтобы умирая вы были довольны чтобы вы знали я все попробовал я воплотил каждую мечту или хотя бы попытался пытайтесь всегда стоит пытаться даже если это с виду хуйня там записать подкаст написать книгу или завести блог подумайте какие плоды может принести то что вы просто воодушевите или подбодрите автора вы скажете молодца чувак и однажды он напишет пост который зайдется мемами по всему свету там будет сказано то что вы давно хотели сказать но не находили слов или он сочнит песню которую вы будете слушать и слушать после смерти любимого человека ведь она рождает такие чувства или он снимет тот фильм который будет играть в вашем плеере когда все в жизни идет наперекосяк вы его врубите и на два часа все станет хорошо для этого нужно всего лишь подбодрить автора ничего доброго не принесет опускание автора и 20 лет я выхожу на сцену и говорю пробуйте хули не пробуйте это же так здорово идите и хуяйте свое попытка не пытка я попытался и теперь у меня не жизнь а пес да и пончики от всей души советую пытайтесь идите и пытайтесь озвучил оптимистер и командор видео на основе перевода одинокого